самоизоляция это не повод сидеть дома и огорчаться у каждого из вас спортсменов есть возможность посидеть дома пересмотреть все свои поединки посмотреть обдумать ошибки также чтобы не просто так сидеть дома можно заниматься так же самое в домашних условиях отжимания мы делаем три подхода для новичков мы делаем по 10 раз для тех кто опытные делаем по 20 раз делаем от 3 до 5 подходов в каждом подходе у вас отжимания после отжимания допустим вы делаете от 15 до 30 раз дальше идет у нас подъем корпуса можно просто подъем корпуса также самое мы можем делать с поворотами после этого мы делаем подъем ног ножки ровненькие и поднимаем следующее упражнение которое мы делаем это обычные приседания отжимания мы делаем 15-30 подъем корпуса мы делаем также 15-30 приседания мы заменяем это пробежка также мы подъем ног делаем 50-70 раз минимальная цифра для тех кто на средний уровень либо начинает максимальная цифра это для тех спортсменов которые уже более опытные дальше после этого мы с вами делаем растяжку так же самое в домашних условиях мы становимся на ту ширину которая у вас есть по возможности пять ее но и все это работает в sac ultra утрого на диетре поэтому нужно в колодprovесе тогда следующие бежать обзору我想ать его наконец-таки второе cores а также самое второе формирование и старaitет Также шагаем на месте. Не забываем очень немаловажный нюанс. Раз и исходное. Раз и исходное. Не проваливаемся вперед. Еще раз показываю. Раз и исходное. Раз и исходное. И, соответственно, как это выглядит с другой стороны. Раз и исходное. Раз и исходное. Дальше. Боковые удары. Боковой удар не отличается от прямого практически ничем. За исключением того, что боковой бьется сбоку. Не надо делать никаких не раскачек, не разгонов. Вы просто стоите и наносите боковой удар. Все. Наносите боковой удар. Также правой ручкой. Раз и наносите. То есть он в техническом моменте не отличается ни от левого прямого, ни от апперкота. Только удар идет сбоку.